Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об актуальных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Новые стены и не только. После ремонта открылся лабораторный корпус медицинского факультета ЧГУ. Защитить доброе имя. В Чебоксарах прошло заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции. От истоков до современности. В Новочебоксарске открылась выставка народного художника Чувашии Анатолия Силова. Борьба с фальсификатом или как повышая грамотность населения развивать экономику региона. Об этом говорили на заседании специальной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Фальсификат, а иногда и просто опасная продукция может появиться в любой отрасли. Кого-кого, а уж умельцев, изготавливающих подделки, у нас хватает. Берутся за все, что имеет повышенный спрос на рынке. Таким образом напрямую затрагиваются экономические интересы предпринимателей и организаций, которые честно платят налоги. Когда отдельные организации хотят, используя разные механизмы, лазейки, в этой конкурентной среде хотят быть в приоритетном порядке в продаже своей продукции или оказании услуг. Мы этого не можем допустить. И практически мы защищаем интересы потребителей. На заседании комиссии были обнародованы просто вопиющие факты. Так, например, на рынке появились контрафактные, восстановленные и, разумеется, не сертифицированные запасные части, комплектующие под маркой оригинальной продукции концерна «Тракторные заводы». Не имеет технической подготовки и возможности производства основных компонентов. Рам, двигательные, трансмиссии, защитных конкассов, обыкновенный ангар, обыкновенный гараж и все делается с коленки. С начала этого года выявлено три случая реализации контрафактной продукции под брендом электроаппаратного завода. Подделывают изделия завода игрового и спортивного оборудования. Непростая обстановка на лекарственном рынке. Установлены факты реализации в аптеке ООО «Столичная фармацевтическая компания» 438 упаковок лекарственного препарата «Лирика», относящегося к препаратам, обладающих психоактивным действием. Наркозависимые лица используют указанные препараты вместо традиционных психотропных веществ, в результате чего у них формируется сильное привыкание, не всегда поддающееся лечению. Аптечные сети за незаконный оборот этого препарата, конечно, будут наказаны вплоть до уголовной ответственности. Ударом по фальсификату в сфере лекарственных изделий станет маркировка упаковки лекарств, считают в Минздраве. Такая программа стартует с 1 января 2020 года и станет обязательной для всех препаратов. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. За этот год в Чувашии из лекарств сильнее всего подорожали цитрамон, анальгин, борная кислота и валерьянка. Таковы результаты мониторинга ценной препараты. О нем рассказал на совещании у главы Чувашии министр здравоохранения Республики Владимир Викторов. Рузничные надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, сокращенно ЖНВЛП, в Чувашии одни из самых низких в нашем федеральном округе. В среднем они составляют 21%. За 9 месяцев препараты из этого списка, которые стоят до 50 рублей, подорожали на 3%. Те, что дороже 500 на 1,8%. Есть и такие, которые подешевели. Максимальное снижение показали лекарственные препараты. Пентафлуцил, кардиомагнил, резолют плюс. В первую очередь данное снижение обусловлено заменой на отечественные субстанции при изготовлении препаратов. Мониторинг цен в Чувашии проводят ежемесячно, отметил Владимир Викторов. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал применять санкции к аптекам, которые намеренно ради прибыли продают более дорогие иностранные лекарства вместо российских аналогов. В Чувашском государственном университете теперь работают и современные медицинские лаборатории. С работой капитально отремонтированного учебного корпуса по улице Пирогова сегодня познакомился глава республики. Михаил Игнатьев поговорил со студентами о профессиональном призвании и перспективах развития здравоохранения. Подробности у Дмитрия Ковалева. Вот так по эмбрионам в банке студентов-медиков учат, как надо выхаживать недоношенных детей. По статистике, раньше срока в республике рождается каждый десятый ребенок. Специалисты перинатальных центров уже могут спасать такие жизни. Новые технологии приходят на помощь ко многим больным пациентам. Обновление навсегда идет. Электронная техника, совершенство, новое оборудование, все появляется, появляется. Мы предполагаем, мы не обстановимся. После капитального ремонта лабораторные корпуса университета оснащены современной аппаратурой. Для подготовки медиков приобрели и цифровые микроскопы. Студенты изначально не знают, с какой возрастной группой имеют дело, потому что видите, все зашифровано. На капитальный ремонт учебного корпуса направили свыше 40 миллионов рублей. Глава региона отметил, что это инвестиции в подготовку квалифицированных кадров. Только в этом году медицинский факультет университета закончили 640 студентов. Для молодых специалистов в республике открываются большие возможности. На развитие здравоохранения в ближайшие пять лет в бюджете заложили многомиллиардные суммы. Огромные, как бы сказать, возможности есть у нас. Мы пользуемся этим и создаем уже для самореализации, прежде всего, медицинских работников. Мы ежегодно практически сейчас выделяем на здравоохранение не менее 21 миллиарда рублей. В рамках национального проекта в республике намерены отремонтировать каждую поликлинику. Квалифицированные специалисты ценятся на селе, отметил глава региона. Это ответственность огромная, заниматься лечением людей, касаясь лечебного дела. Все настроены вы? Работают. Сейчас есть программа «Земский доктор», знаете, да? Миллион, пятьсот тысяч, плюс еще жилье, квартиры, земельный участок бесплатно, безвозмездно. Родина вас нуждается, Родина вас ждет. Вы уверены в этом? Оснащение лабораторий продолжится. Планы на будущее, это порядка 18 миллионов, для того, чтобы доукомплектовать те учебно-научные лабораторные комплексы, которые есть. Студенты медицинского факультета, вновь среди стипендиатов, правительства страны и президента. Свидетельство о лучшем из лучших вручил глава региона. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Андрей Спиридонов. Республика. Разговор о важном. Каждый житель республики может задать вопрос главе Чувашии. 14 ноября в четверг в эфире национального телевидения Чувашии в 13.00 начнется прямая линия главы республики Михаила Игнатьева. Вопросы можно оставлять заранее по телефону 56-5100. Звонки принимаются 12 и 13 ноября до 17.00, 14 ноября до окончания прямой линии. Вопросы можно оставить и в электронном виде на портале органов власти. Минстрой России проанализировал комфортность городской среды более тысячи населенных пунктов по всей стране. Выяснилось, что назвать среду благоприятной можно только в 23% городов. В городах оценивали жилье, озеленение, общественно-деловую инфраструктуру, уличную дорожную сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность, экологичность, современность среды. Оценка проводилась по 36 индикаторам и города могли максимум набрать 360 баллов. Максимальный балл набрал город Москва, 276. Соответственно, в городах, набравших 180 и более баллов, городская среда считается благоприятной. Среди городов Чувашии самый высокий балл у столицы – 205 баллов. Также благоприятна городская среда, признана в Новочебоксарске, Канаше, Аллатре и Ядрине. Таким образом, согласно рейтингу, комфортными в Чувашии являются 5 городов из 9 или 56%. Это лучший результат в Приволжском федеральном округе. Следующий год в России объявлен Годом памяти. Страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Реализацию проектов, направленных на развитие гражданственности и патриотизма у молодежи, обсудили на заседании Регионального координационного совета. Годовщине Великой Победы посвящены множество мероприятий – Зорница, Орленок и другие. Школьники Чувашии участвуют в сменах гвардеец. Многочисленные акции организуют волонтеры. «Моя история» – эстафета поколений, «Медиа Победа». Память берегут и поисковые отряды. Их поддерживают на уровне республики. В настоящее время у нас всего 39 поисковых отрядов и объединений, которыми охвачено более 500 человек. С 2017 года, благодаря поддержке главы Чувашской республики, у нас присуждаются гранты. Три гранта по 100 тысяч рублей. Это для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях. И три гранта по 75 тысяч рублей для поддержки молодежных поисковых объединений. Этот стаканчик поисковики нашли 15 лет назад. Сейчас он один из самых ценных экспонатов Музея боевой славы Чебоксарской школы номер 57. Подарок бойцу на фронт выслали из Чебоксар. Сейчас поисковики пытаются найти родственников-дарителей с инициалами «РМЯ». Обсудили инициативу ДОСАВ. В столице Чувашии предлагают создать аллею памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. В следующем году будет 20 лет со дня подвига воинов-десантников в Аргунском ущелье в Чечне. На этом доклад у меня. Задолженность по алиментам в Чувашии достигает миллиарда рублей. Что делать, если один из родителей финансово не участвует в воспитании детей? Один из самых распространенных вопросов, с которым жители обращаются к юристам. О бесплатной правовой помощи в проекте «Юристы населению» говорили сегодня в общественной палате. Бесплатную юридическую помощь населению в Чувашии оказывают в седьмой год. Бесплатная она условно. Работу адвокатов оплачивают из бюджета. В Чувашии право на такую помощь имеет 41 категория граждан. В будущем список могут дополнить обманутыми вкладчиками, в том числе, чтобы решать вопросы в связи с лишением лицензии Чувашкредитпромбанка. Также в республике работает проект «Юриста населению». Он предполагает оказание правовой помощи всем нуждающимся. Ежемесячно практически десант представителей Министерства юстиции, адвокатской палаты, нотариальной палаты выезжают в районы республики, проводят прием граждан, проводят разъяснительную работу. Основные вопросы – это вопросы социальной защиты, право на жилье, право на жилье детей, оставшихся без попечения родителей. Ну и трудовые вопросы, конечно. Высвечиваются те проблемы, которые есть у нас на местах, большинство здесь присутствующих непосредственно выезжали с нами, с нашими представителями, общались с нашими гражданами по тем наболевшим вопросам, которые у них казалось зачастую годами. Не знали, как их разрешить, и не знали о том, что такие-то определенные права есть. За два года работы проекта юридический десант выезжал в муниципалитеты уже 26 раз. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах в храме новомучеников и исповедников российских на пресс-конференции подвели итоги проекта фонда президентских грантов и православной инициативы за 2019 год. В начале года при храме открылась необычная лекотека. Дети с особенностями развития могли здесь не только поиграть, но и получить консультации специалистов. Дефектолог, психолог, логопед принимали ребят совершенно бесплатно. У нас бригады специалистов, которые оказывали психолого-педагогическое сопровождение, смогли сделать многое. В первую очередь вложить в сердца родителей надежду, что дети будут развиваться, что дети будут счастливы, что дети реализуют какие-то свои таланты, которые есть у каждого ребенка. Всего за период работы проекта с февраля по ноябрь этого года помощь получили более 74 семей. Что немаловажно, здесь принимали ребятишек, которые по состоянию здоровья не могут посещать детский сад. К сожалению, срок грантовой поддержки истекает в ноябре, а нуждающихся в такой помощи меньше не становится. Очень жалко, конечно. Хотелось бы, чтобы проект не закрывался и продолжался, потому что это детям очень помогает и в развитии, и в общении. Оплачивать работу специалистов из собственных средств храм новомучеников и исповедников российских не сможет. Не под силу это и многим семьям, чьи дети посещали лекотеку и занятия. Организаторы проекта ждут помощи от всех неравнодушных горожан и бизнес-сообщества. Пока же лекотека со всем оборудованием будет работать как инклюзивный центр, в котором волонтеры будут заниматься с детьми, помогая им адаптироваться. Но консультаций дефектолога, психолога и логопеда здесь уже не будет. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. «Цивилизация мира от истоков до современности» – так назвал свою выставку народный художник Чувашия Академия Гуманитарной Академии России Анатолий Силов. В Новочебоксарском историко-художественном музее открылась экспозиция работы известного художника. Людям о людях всегда интересно. А если речь идет об искусстве неординарном, интерес удваивается. Неудивительно, что художник с мировым именем собрал на открытии немалое количество почитателей своего таланта. Кисть в его руках заработала с малых лет. Кто же предполагал, что она принесет ему мировую признательность? Шесть лет я на столе клеенка была. Я ее отрезал, раму тогда уже подрамник сделал, сколотил я. Вот за то, что я со стола взял клеенку, отрезал там вот этот холст, меня наказали, конечно. Его судьба – безмерный материал для тех, кто соберется писать биографию мастера. Причудливые повороты Чувашской деревни и путешествия в Африку. А затем поездка в Тибет. Герои его живописных романов особенные. Анатолий Силов убирает ярких типажей для своих портретов. Когда я пишу, я с ними разговариваю, я близко знакомлюсь. Они у меня самые любимые. Я являюсь в числе 300 ученых мира в Организации объединенных наций. Там три художника – Япония, Мексика и Россия, я представляю. Сейчас художник увлекся научно-философскими трудами. Читает классику, пишет сам. Его супруга во многом помогает. Очень интересные статьи у нас получаются. По приезду в Париж я получу теплом академика Академии наук Франции. При всем при этом художнику чужд эксперимент ради эксперимента. Необычность и оригинальность его работы объясняется его особым дарованием. Силов способен удивить даже искушенного зрителя. На полотнах изображен весь наш мир. 77 работ из 105 представленных. Просто физически в залах художественного музея мы не смогли разместить. Но так как выставка будет работать в течение двух месяцев, в декабре месяце она будет обновлена. Наталья Мальчикова, Валерия Резюков, Республика. Это все новости вторника. Впереди вас ждет блок полезной информации. Я с вами прощаюсь. До завтра. Чавыча, белорыбица, палтус, корюшка, зубатка, нерка, кижуч, кальмары, красная икра и другие морские деликатесы. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбной продукции, привезенная прямо из Камчатки. Здесь представлено более 35 видов рыбы, горячего и холодного копчения. Хит-продаж – слабосоленая чавыча. По вкусу напоминает семгу, но при этом менее жирная и калорийная, с множеством элементов, полезных для сердца, сосудов, зрения, суставов и мышц. В Камчатке привезли вам чавыча, царицу лососевых, в народе называют ее. Ее мясо, смотрите, абсолютно жирное, нежное. Это омега-3, омега-6. Очень вкусная, нежная рыбка. Вот есть слабосоленая, есть копченая, есть горячего копчения чавыча. То есть у нас 4 вида чавыча. Также белорыбеца, белое мясо абсолютно не содержит костей. Вкусняшка тоже. Камчатскую рыбу благородных пород и красную икру жители республики любят и с удовольствием покупают не первый год. Всегда вроде у них хороший товар, свежий. Всегда омега беру, когда приезжает. Белорыбецу люблю чавыча. Ну, другие, если есть, икорочки маленькие взять. Каждый раз покупаю. То пал, то скупаю. Белая, это как ее, белореченка, что ли, как она называется. Ну, мягкая такая. Чавыча. Это я уже попробовала. А эти чебоксарцы 28 лет прожили на Камчатке. Толк в рыбе знают. Вся рыба хорошая, конечно. Но чавыча – это самая такая королевская рыба. Дикий лосось выращен. Она не выращена, она живет в дикой среде. И поэтому, соответственно, вкус совсем другой. Не как у семги, у форели, которые выращиваются. Рыбу натурального копчения, икру чавычи зернистую и другие морские деликатесы можно купить в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 13 ноября.